Я вас приветствую. Поскольку вы в марафоне, я готов выслушать вопросы, потому что у нас марафон по теме развития творческих качеств адаптироваться в новых условиях. Это тема такая, марафон. Да, да, да. Давайте. Меня зовут Татьяна. Очень приятно, Татьяна. Так, я очень давно научилась входить в ключ, но какое-то время, несколько лет я почему-то этим не занималась. И вот сейчас недавно-недавно я снова решила, что это мое. Очень вам большое спасибо, что я примерно полгода занимаюсь вашими упражнениями, и я практически не устаю. Еще раз, еще раз. Где вы их взяли, во-первых, эти упражнения, на каком канале? Как вы этим занимались? Что у вас получается, и что не получается, чтобы я мог помочь вам дальше двигаться? Вот из этих пяти упражнений у меня получается все. Я очень довольна результатом. Да. Потому что у меня и эти, как сказать, я не устаю, во-первых. Возраст у меня уже не маленький, но я не устаю совершенно после ваших упражнений. И еще, ну, некоторые болезни проходят суставы и все прочее. Но у меня вопрос другой. Вот я немножечко не поняла. Вот ключ второй. Вот совсем недавно я посмотрела в вашем ролике моделирование пиковых нагрузок. Как это на практике мне сделать? Я пока не поняла еще. Сейчас, сейчас, сейчас. Я хочу конкретизировать этот вопрос. У нас тема называется «Как адаптироваться к новым условиям?». А это невозможно без развития творческих качеств. И поэтому наша тема идет в направлении развития творческих качеств. Вы задаете вопрос по ключу 2. О пиковых напряжениях и так далее. Там элементы ключ 2. Вам зачем это нужно? Зачем? Ну, мне кажется, что это будет развитие какой-то мозга, развитие тела. Это я так понимаю. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Я просто конкретизирую вопрос. Потому что иногда люди читают элементы ключ 2. О, это мне нужно. А его спрашивают, зачем тебе это нужно? А он и знать не знает зачем. А другой человек понимает зачем. И поэтому, поскольку нас смотрят все, и все на нашем примере сейчас учатся, поэтому нам нужно как-то вот так вот прояснять вопрос. Потому что я уже говорил, у нас там есть такой афоризм. Мы не живем в головах друг у друга. И поэтому, когда человек пишет мне вопрос в личке, допустим, да, или какое-то письмо, просто вырывает из контекста какую-то фразу и говорит, я бы очень хотел, это то, что мне нужно. И непонятно, кто это, что, но контекста нет. Поэтому я и задаю дотошно вот такие разъясняющие вопросы. Сначала, чтобы я получил конкретный ответ. Давайте вернемся к исходной полиции. Вы применяете пять упражнений. У вас все получается. Да. Но кроме этих пяти упражнений есть еще моделирование. Это как раз такие элементы круч-2. Это позволяет человеку не только пиковые напряжения использовать в своих целях. Ну и вспомнить себя, например, когда он был счастливый. Вспомнить, когда он был счастливый, в каком возрасте, где он в этот момент что делал. И смоделировать эти действия чисто механически. Ну я сейчас вам это все расскажу и все это узнаю. Но сначала о пиковых напряжениях. Что вы под этим подразумеваете? Пиковые напряжения. Понимаете, я вот, я говорю, что я немножечко не понимаю, что такое пиковое напряжение. Поэтому я и решилась вам позвонить. Думала, думала звонить, не звонить, все-таки решилась. Я считаю, что мне очень поможет для развития мозга. Во-первых, время такое, что уже немножечко память начинает подводить. Я думаю, это тоже очень хорошо поможет. А, для этого, да? Да. Понятно. Вот там у меня еще кто-то звонит. И мы давайте сейчас посмотрим, кто звонит. Хорошо, конечно. Продолжим наш разговор, хорошо? Да, да, да. Секундочку. Так. Один, наверное, звонят по нашему объявлению. Пропало сейчас на секундочку. Звонят, наверное, по нашему объявлению. Перезвонить. И поэтому сразу идет большой напротив звуков. Но ничего, ничего, ничего. Это понятная ситуация, ничего. Значит, для памяти, конечно, это хорошо. Я отвечаю на ваши вопросы. Потому что у нас часто бывают пиковые напряжения. Что такое пиковые напряжения? Ну, пиковые напряжения – это такое состояние, во-первых, стресс. Во-вторых, зависание в каком-то вопросе. Когда мы не знаем, как решить этот вопрос, и мы до такой степени напряжены. Времени мало – это условия жестких временных ограничений. Когда нам надо немедленно понять, что нам надо сделать. Ну, любой вопрос может быть такой. Это вопрос может связан, там, деньги потерял, или там, вот сейчас придет к тебе гость, а ты не знаешь, у тебя еще там не убрано, и ты не знаешь, как быстро придумать, как быстро все это организовать. Вот это пиковые напряжения. Да, можно вопросик сразу? Вот я-то, вопрос у меня о моделировании пиковых напряжений. То, что у меня пиковое напряжение, это у меня как бы сейчас. Но мне же надо его смоделировать, я так понимаю. Моделировать пиковые напряжения очень просто. Но там, когда мы говорим о пиковых напряжениях, имеется в виду научаться, научаться, как их использовать для того, чтобы лучше решать свои вопросы. А не просто помоделировать пиковое напряжение. Моделировать пиковое напряжение, вот оно у нас есть по какому-то поводу. Мы напряжены, мы не знаем, как быть. И в этот момент это же есть по существу стресс. А смоделировать само пиковое напряжение, ну, возьмите, чисто на физическом плане, возьмите, напрягитесь вот так, и у вас тоже самое будет. Пиковое напряжение. Меня это засмущало. Все, я поняла сейчас. Да, это пиковое напряжение. Когда штангист поднимает штангу, он же тоже напрягается до максимума. Конечно. Он напрягается, а почему он любит штангу? А потому что когда он довелся до пикового напряжения, потом штангу положил, а ему потом так легко стало, и у него вопросы лучше решаются. Поэтому можно моделировать эти пиковые напряжения, просто вот так вот напрячься, отпустить себя, напрячься, отпустить себя, напрячься, отпустить себя, напрячься, отпустить себя, а потом сидишь, и легче решаются те вопросы, над которыми вы думали, которые вас загоняли в зависание, вы не знали, какой придумать ответ на какой-то вопрос. И тут после вот этих напряжений, которые вы создали, смоделировали пиковые напряжения, мозг отпускает, и у вас восстанавливается внутреннее состояние такое, как бывает момент задумчивости, расслабления, но это называется психическая релаксация. Или момент называется здесь и сейчас. Такое нервоническое состояние после этих пиковых напряжений, обычно после кризисов разных, вот там же тоже пиковые напряжения, человек испытывает какой-то кризис там, а потом оказывается, что после него, когда время проходит, там полмесяца, месяц, потом у него после этих кризисов в жизни, оказывается дела пошли лучше, а он и не связал одно с другим. Так можно не ждать полмесяца, а просто смоделировать сейчас прямо на месте, если вы решаете какой-то вопрос, чтобы легче его было решить. То есть этими напряжениями вы как стенку пробиваете, потом сидите, и у вас вопрос лучше решается. Так, так это элемент, это элемент будет из ключа два, потому что первый ключ – это синхронизирующие действия, это там шалтай-болтай, это там ключевой стресс-тест, когда думаешь о том, чтобы руки пошли, руки пошли, у тебя сразу наступает гуманизация, напряжение падает, или какое-то другое повторяемое действие, снимающее напряжение. Например, сидит человек вот так вот раскачивается, я вам один маленький пример поведу. Там недавно моя знакомая, она статью написала в журнале, написала статью, и потом вдруг оказалось, вот осталось там несколько дней до публикации, а она в компьютере все потеряла. И вот не знает, как будет, вот у нее пиковое напряжение. Да, это уже точно самый пик. Надо знать, да. А я ей подсказал, у меня как-то в одной из книг моих был такой пример. Я потерял шесть глав в своей новой книжке. Я работал полгода и потерял шесть глав в компьютере. Ну там диск что-то сгорел или еще что-то было в компьютере. И вот представьте себе, я сижу в таком шоковом состоянии, когда я вдруг это обнаружил, что никак не могу найти этот текст, я понял, что его уже нету. Пиковое напряжение. И что я сделал? Я продолжал переживать это состояние глубокого стресса, глубокого потрясения, вот этого шока. Продолжал думать, как же быть, как же быть, как же быть. На фоне, на фоне повторяемого движения. То есть я заметил, что я в это время слегка покачиваюсь. Да, и продолжаю переживать. Вот когда мы соединяем переживания, переживания соединяем с задачей, которые пытаемся решить. То есть когда мы делаем повторяемое движение какое-то, и в это время переживаем, переживаем, а не пытаемся расслабиться. И не пытаемся думать, мы правильно качаемся или неправильно качаемся. А переживаем естественным образом, по тому поводу, который нас волнует. Но подключив наиболее простое для себя повторяемое действие, так вдруг я буквально через несколько минут заметил, что у меня появилась идея. Боже, как хорошо, что я потерял эти шесть глав в компьютере. Да. Почему? Потому что появилась мысль. Теперь я сделаю это быстрее и сделаю лучше. И сделаю лучше. Вот идея пришла. Понимаете, то есть я вышел из зацикленности, и у меня пришла творческая идея. Позитивная, да? Да. Охновляющая. Я подумал, ну как же это хорошо, что я это потерял. С новым желанием, получается. Да, и я как бы перешел в другую реальность внутри себя. То есть я буквально пять минут назад был в шоке. Было пиковое напряжение, а сейчас я вдруг сижу и радуюсь. Потому что я потерял, потому что я сейчас сделаю лучше. И на самом деле я написал заново. Немножко по-другому, немножко понятней. Потому что опыт-то в писании шесть глав был уже. А теперь за это время он же у меня как-то в голове трансформировался. И теперь вот этот шок послужил тому, что когда я сопроводил переживания с этим повторяемым действием. Шок снялся. И открылось такое вдохновение. И я стал писать, как ни в чем не бывало. И сделал лучше, чем было раньше. И очень доволен. Ну и отлично. Да, я им это посоветовал. Я ей сказал, ну там написал, тебе для вдохновения ты не думаешь, что я просто шучу или издеваюсь. Ты просто вот переживаешь по этому поводу. Возьми, найди себе повторяемое действие любое. Если тебе нравится вот так покачиваться, покачивайся. Но переживай. Ну да, я не знаю, она переживала этот момент или нет. Может быть она успокоилась и не переживала. Но если человек не хочет уже переживать, так и не надо переживать. Я просто говорю о том, что надо соединить. Соединить повторяемое действие какое-то с переживательным процессом. И вот эти вот приемы или хлест там, или шалтай-болтай, или лыжник, или там дирижирование у нас есть. Или там у нас есть приемы разные, включая два элемента. Лазание по канату. Ты же напрягаешься, когда представляешь, что ты лезешь по канату. Как в школе, да? Канат высоко-высоко. И вот ты лезешь и ты моделируешь. Что такое моделирование? Это как раз-таки ты не только в памяти своей вспоминаешь тот момент, да? А добавляешь туда, синхронно тому, о чем ты представляешь по памяти, еще и действия добавляешь. И получается синхронизация двух половин мозга за счет согласования душевного процесса и физического. Согласование происходит. И вот у меня человек, например, в скайпе мы с ним работаем. Он говорит, слушай, у меня дела не идут, у меня все из рук падает, там ничего не получается. То я один проект затею, то другой проект уже вот месяцами не могу на работу устроиться, там еще что-то. Жалуется, жалуется. Я говорю, что ты любил делать в детстве? Он говорил, я любил фехтовать. Я говорю, ну, давай остановись. Он говорит, у меня же шпаги нет. Я говорю, а ты моделируй. Что такое моделирование? Это когда в других условиях мы делаем то же самое из памяти. Повторяешь в детстве, да? Да, и он начинает мне тут прямо вот так, прямо вот так, вот так, вот так, вот так, потом вот так. Потом сел и говорит, слушай, а что так хорошо стало? Он удивился, что-то у него квантовый переход произошел. То есть сбросилось лишнее напряжение. Он опять стал самим символом. Ну, это же интересная штука, вот это моделирование. Когда мы предлагаем человеку вспомнить, когда он был счастливый, а другой человек мне говорит, я пытаюсь вспомнить, когда я был счастливый, у меня ничего не получается. Ничего не получается. Наоборот, лезут плохие мысли. Я говорю, вот и хорошо. Ты пытаешься вспомнить, когда ты был счастливый. У тебя появилась точка отсчета. И вдруг начинают вылезать вот все неприятности. И как раз здесь ты делаешь повторяемые действия. Например, шалтай-болтай или то, которое тебе больше подходит. И эти неприятности снимаются. Просто там надо дозу знать. Дозу знать, сколько делать. Потому что он одну минуту поделал и говорит, ничего не получается. Это нереально, надо больше. Конечно, больше надо. То есть подбирать надо себе дозу. А чтобы делать это дольше, нужно понять, можешь ли ты это действие делать больше по времени. Или тебе подобрать другое. И вот это ключа, принцип подбора путем перебора. Как раз подобрать то действие, которое ты можешь делать без труда, с комфортом для себя, с удовольствием, легко, свободно. Ну и кто-то мне сказал, а я могу только стоять у стола, вот так делать. Но так делать так. Как удобно. Конечно, вот это и есть принцип подбора путем перебора. Так она у меня так делала. Одновременно у нее спина перестала потом болеть. Потом она сидела и говорит, слушай, а я вспомнила, куда я там что-то положила. А я говорю, а что ты вдруг вспомнила? Да я, говорит, несколько времени думала, а куда я там это положила. И вдруг ни с того ни с сего вспомнила. Оказывается, там застой был, когда она вспоминала. Она дошла там до пика напряжения и зависла. И эта задача в голове крутилась. А теперь она сняла лишнее напряжение. Так вот это и есть развитие творческих качеств. Люди просто думают, что творчество – это рисовать. Ну, я рисую там. Или там стихи сочиняет, или там пишет поэму какую-то. И все люди думают обычно, что это и есть только творчество. Нет. Творчество в любом деле. Эта попытка найти решение наиболее оптимальное. Наиболее оптимальное, идеальное решение какого-то вопроса. Так когда мы обучаем человека подбирать приемы, которые ему подходят персонально, лично. Каждому человеку, которое помогает ему переживать быстрее. Выходить на хорошее состояние. Вот этот подбор развивает у человека творческие качества. Потом он лучше рисует. Потом он лучше поет. Потом он лучше играет на барабане. Потом он лучше танцует. Потом он все делает лучше, чем делал раньше. Так, еще вопрос давай. Отлично помогает. Ну, я поняла, что я хотела узнать. Я вас не буду задерживать. Большое вам спасибо. У вас времени много, наверное. Еще какой-нибудь вопрос задайте, чтобы, может быть, все-таки остался, может быть, какой-то вопросик там. Задайте, может быть, ползаю с моментом. Для всех же полезно. Они посмотрят наши разговоры и многое что поймут. А я могу объяснить, почему я об этом говорю. Потому что очень многие люди, они никогда такого не слышали даже. Они привыкли к тому, что если им что-то дают, надо делать вот так. То есть они увидели там пять приемов. А кому-то это не подходит. Он говорит, у меня... Или, допустим, ключевой страстис. Он говорит, у меня руки расходятся, а не сходятся. И мне приходится ему объяснять. Ну и брось ты это. Или в момент, когда расходятся, а не сходятся, повернись по-другому. Руки опусти. То есть подбери то, что тебе подходит. Потому что именно процесс подбора и тренирует поисковую, творческую активность мозга. Потому что он именно после этого будет лучше решать другие свои вопросы. Просто нас никогда этому не учили. Вы знаете, когда я первый раз увидела вас... ...способность и интуицию. Да? Когда я вас первый раз увидела в какой-то передаче по телевизору, у меня сразу руки зашлись. Я когда... Когда я это увидела, для меня это было удивительно очень, что у меня все как бы получилось. И я решила показать на работе, что я могу. Как получается, что практически тело движется без моего движения. Без моего решения, что я не сама двигаюсь. Это оно мне само двигается. Полу автоматически, да. Да. Но... Мне было так неудобно, мне все посчитали дурочкой. Ни у кого ничего не получилось, и все посчитали дурочкой в то время. Они просто не поняли. Ты же не представляешься, да? Да. Они не поняли, что это такое. Да. Надо было им сказать, что это физкультура. Это было новое все, никто ничего не понял. А когда им сказать, что это физкультура, они сразу успокаивают. А, понятно. А что за физкультура такая? Вы начинаете рассказывать. Вот, например, цигон. Цигон. Там же тоже вот эти движения. Да. Они тоже на полуавтомате. Да. А есть люди, которые этого не понимают, они их делают механически, чисто механически. А если он долго тренировался, он уже делает на автомате. То есть, вот мы сразу идем к этому полуавтоматизму быстрее. Мгновенно, да. А, да. Поэтому проще не тренироваться долго, а подбирать то, что тебе больше подходит. Если тебе это движение на автомат, то его трудно вывести. Делай другое движение. Подберешь состояние, а потом и это пойдет хорошо. Так. Ну, молодец, молодец. Слушайте, вы такая молодая, но вы можете стать еще моложе. Вы же о памяти говорили, правильно? Да, да, да. Вот вам поскоки такие, что чуть-чуть забываю. Я вам советую. Во-первых, время от времени разминайте шейные мышцы. Потому что от кровотока зависит память. Я знаю. Да, разминайте шейные мышцы. И потом вот здесь вот тоже вот между шеей и лопаточкой находите больные точечки и их тоже разминайте. Да, просто маленький массажик себе делайте, чтобы кровоток был лучше. Точно, большие точечки-то есть там, чувствуется. Находите и делайте. Их находите и делайте. Время от времени. И вы заметите. Если вы не делайте полторы недельку вот так поделайте, время от времени разминать вот эти. Вы заметите, и сон улучшится, и память лучше станет. А если вы будете соединять еще с этими упражнениями, быстрее еще получится. Да. Так что давайте. А вы в следующий раз тоже выходите. Вы такая мудрая. Я вижу, да. Вот спасибо. Я же замечала за собой мудрости. Не-не, мудрая. Вы такие умные вопросы задаете. Потому что иногда к нам, к сожалению, без контекста задают вопросы. Я даже не знаю, кто мне этот вопрос задает. Даже не знаю, сколько лет человеку. Я даже не знаю, мужчина это ли, женщина. Но кто-то задает вопрос. У меня ребенок болен, что мне делать? Ну, это уже вообще не вопрос. Ну, это же надо же все-таки... Мы же не живем в головах друг у друга. Надо написать подробнее, чтобы был контекст. Чтобы я мог сосредоточиться и понять, что происходит. Чтобы я дал ответ. Это я говорю для всех. Чтобы мы не живем в головах друг у друга. И поэтому наша школа как раз-таки учит этому. Чтобы мы могли понять вопрос и дать развернутый ответ. Конечно, самое идеальное, когда мы вот так разговариваем. Но когда там в письме, все-таки надо как-то подробнее спрашивать. Чтобы понятно было, о чем. Потому что истина в контексте. Ну, при разговоре, конечно, легче. Но переспросить, а там пока напишут эту долгую историю. Да, да. И вот у нас, когда вебинар проходит, раз в месяц у нас бывает вебинар. Мы же туда приглашаем всех. Вот ты такой молодец. Вот ты такой молодец. Заходи. Ой, я стесняюсь. А что ты стесняешься? Выходи. Как раз-таки эта площадка хорошая. Когда человек может потренироваться. Одновременно. Выработать у себя и навыки говорения на публике. Стать смелее, свободнее. Научиться правильно говорить, чтобы его слышали. В нашей школе тут много чего хорошего происходит. Поэтому я, вот как раз пользуясь случаем, хочу вас поблагодарить. И всех призвать к тому, что на вебинары надо выходить вот так. Чтобы на примере объяснений вот этих вот, все остальные участники школы тоже учились. Спасибо вам большое. А себя я хочу поблагодарить за то, что я увидела еще это объявление в 3 часа. Практически я еще не легла спать. Думаю, ничего себе. Такое объявление. Надо срочно позвонить. Да, спасибо. Как раз вот я сегодня этот вопрос-то и смотрела ваш ролик вот с этим, с ключ-2. И до меня не дошло. Нужно обязательно позвонить. Спасибо вам большое. Спасибо за вашу мудрость. За то, что вы придумали. За то, что вы открыли. Это очень для всех помощь большая. Будем дружить дальше. И там есть еще интересные вещи. Есть еще по элементам ключ-2. Есть еще интересные. Правда, весь ключ-2 я никогда никому не даю. Чтобы ни в чужие, ни в чужие не попало. То там можно такое сделать. Чрезвычайно интересные вещи. Но это только вот, как говорится, элементы дает. Всего вам доброго. Будьте здоровы. Будьте здоровы. И дай бог в новом году, чтобы у вас все получилось, как вы хотите, как вы мечтаете. Спасибо вам большое. И вам удачи во всем. Спасибо. От всей школы вам спасибо. Ну, почему от школы? Потому что я решилась. Единственное, я позвонила. Или еще кто-то звонил. Там вот звонят же. Звонят, да. Я их просто отставил пока. Звонят. Сейчас мы будем разговаривать. Вы потом завтра можете записи посмотреть. Хорошо. А вам спасибо от школы всей. Потому что я знаю, что участники школы у нас очень любознательные. Очень любознательные. И этот хороший пример, который вы сейчас подали, чтобы они не стеснялись. Потому что есть, которые более посмелее, они молодцы. А те, которые зажатенькие, им как раз-таки нужно. Больше выходите в скайп, чтобы получать практическую пользу от этого. До свидания. До свидания. Всего доброго вам.